Мы переходим к теме лечения гомеопатическими препаратами в острых случаях. Что значит? Для установления диагноза все врачи объединяют симптомы в группы, и эти группы соответствуют определенным состояниям. Алопаты, мы так и называем врачи официальной медицины, из которой мы все тоже выросли гомеопаты, и поэтому, когда очень сильное противостояние, мне это вообще непонятно. Потому что и те, и другие делают свое дело, почему надо так сильно друг на друга? Это касается и гомеопатов, и алопатов. Гомеопаты тоже имеют привычку высказываться очень нелестно о коленах, это нехорошо. Алопаты объединяют симптомы пациентов в группы, и они получают диагноз геморрой, гиммания, гипертония. Гомеопаты тоже объединяют симптомы в группы, и они тоже получают диагноз. Диагноз гомеопатический соответствует названию препарата, который мы будем лечить. То есть мы получим геосциамус, апис, мы получим аргентум нитрикум, и говорить, что в гомеопатии нет диагнозов, это не так. Мы просто другими принципами пользуемся, и у нас другой подход к диагнозу. Если мы объединили в группу симптомы больного человека, мы получили диагноз или препарат, например, вератрум-альву. Этот вератрум-альву поможет в состоянии только этого конкретного человека, чьи симптомы мы объединили в группу. И он не поможет другому человеку, у которого тоже будет грипп или дизентерия или какие-то другие состояния. То есть каждый, чем хороша гомеопатия, это индивидуально очень. Подходит именно вам. Что значит индивидуально? Мы учитываем все. Какой характер у человека, как он реагирует на окружающее, как он болеет, Какой он вообще, его психотип, как он видит мир. По большому счету мы должны увидеть мир глазами человека, которому мы пытаемся подобрать препараты. И так мы делаем в хронических состояниях. Это обязательно. В остров мы собираем симптомы, болезненные симптомы, которые возникли во время болезни, и которых не было у человека в здоровом состоянии. Я имею в виду, опять же, те же характеристики внутренние человека. Если человек добрый и мягкий, а болезнь становится раздражительной и швыряет в близких вилками, этот симптом мы обязательно берем, и он будет в препарате, который мы ему назначим. Но если этот человек остается таким же мягким, теплым, ничего не меняется, этот симптом мы даже не рассматриваем. То есть мы берем в острых ситуациях только те симптомы, которые принесла нам болезнь. Те симптомы, которые изменили человека. Что такое хронические болезни? Хронические болезни мы... Что такое хронические болезни? Это врожденные заболевания. Это те заболевания, которые мы наследуем от наших родных и близких. От бабушек, дедушек, мам, пап, дальних родственников, неважно. И заболевания, приобретенные, которые стали хроническими вследствие лечения острых заболеваний. То есть либо полечили и подавили, что бывает чаще всего, либо недолечили, и это все ушло в хроническое состояние. Что такое острые заболевания? Острые заболевания или состояния, мы их еще называем, возникают вследствие воздействия факторов, которые вызывают схожие патологические изменения у больших групп людей. Например, механические. Если вы получили травму, перелом бедра, приблизительно у всех, кто получит эту травму, будут одни и те же симптомы. Боли, отек, невозможность наступить на ногу. Это острое состояние. Например, термические состояния. Если вы обожглись или вы получили обморожение, то у любого человека они будут иметь одни и те же симптомы. Химические ожоги, отравления тоже. Микробиологические. Это те самые инфекционные заболевания, которые чаще всего протекают в эпидемии. Грипп, вот он и идет. И в гомеопатии, когда начинается имели грипп, гомеопаты друг другу звонят и говорят, ну что, какой грипп, по какому типу идет? Он выглядит как гильзиминум или он выглядит как баптизия. И чаще всего, подавляющие, где-то 80% в этот грипп будут помогать, вот именно этот препарат. Будет какая-то группа людей, которым нужно будет другой препарат. Но, вот в целом, приблизительно все идет одинаково. Это острые заболевания. И это мы будем с вами сегодня обсуждать. Что такое острая болезнь, какой исход? Значит, человек переживает острую болезнь и выстреливает. Она не оставляет у него никаких следов. Ни психических, ни физических, ни в иммунной системе. То есть в иммунной системе мы оставляем следы инфекционные, да, агенты. Но ни следов психики, ни следов физики она не оставляет. Человек выздоровел, человек не выздоровел, и тогда в психике формируется так называемый корень заболевания. И болезнь становится хронической. То есть скажите, что он выздоровел? Да, он перестал температурить. Да, но у него начался панкреатит. Нет, он может проявиться через 2 месяца, через 2 недели. Он может проявиться гораздо позже. Да, но гриппа нет. Это то, что мы говорим, например, сахарный диабет после вирусного поражения. Был грипп, как грипп, а потом мы получили сахарный диабет. Хронизация. Все равно вся хронизация, она идет через острое состояние, либо по наследству. Вот тут два пути. Поэтому очень важно было лечить острое заболевание правильно. И возникает вопрос вообще, когда и что надо лечить, и как лечить острое заболевание. Ну, понятно, что человек изначально Всевышним задуман гармоничным существом. Все, что приходит к нему извне, он должен переработать, отразить и остаться тем самым здоровым человеком. В жизни так не получается. В организме, опять же, все взаимосвязано и все взаимозависимо. Мы не можем говорить, что если у вас есть боль в печени, и даже если это цирроз, то мы лечим печень. Мы лечим организм. И то, чем я вам говорила о том самом законе Геринга, когда идет заболевание, от позднее возникшим, к ранее возникшим, это тот самый путь, к которому мы пришли к этому циррозу. Мы получим холециститы какие-нибудь, но чаще всего мы можем получить все, что угодно. Это путь, который мы прошли. И на болезнь обязательно реагирует весь организм. Об этом писал Ганеман, и на этом он настаивал. Он говорил о том, что человек – это жизненная сила. Не жизненная сила есть в человеке, а сам человек – это жизненная сила. И вот если ее, эту жизненную силу, нарушить, то тогда человек будет болеть. То есть жизненная сила – это та самая система, которая объединяет вот в одно целое. Наше тело, наши органы – это оболочка, а есть еще человек. И в этой жизненной силе заключены и иммунитет, и психика, и душа, и духовность – все в ней. Она делает человека человеком, а не машиной. Мы знаем, что работа техникой дошла, конечно, но, наверное, никогда она не создаст человека как биологическую модель. Да. Если человек здоров, если его жизненная сила хорошая, то в ответ на внедрение организма, вируса, бактерий, неважно, на что она делает, она дает ответ. И этот ответ будет иммунным. Включается наша иммунная система. Что она делает? Вырабатывает клетки убийцы, поднимает температуру до высокой. Вообще подъем температуры до высокой – это особый механизм приспособления именно теплокровных биологических объектов, к которым относится и человек. И в этом состоянии гипертермии гибнут вирусы, гибнут бактерии. А мы что делаем с вами? Мы ее очень сильно снижаем. Сразу. У ребенка 38, какой ужас. Мы даем жаропонижающие. Вот даже сейчас, когда я, то, что вижу я, родители, сейчас стали очень вникать в здоровье детей. Потому что им надеяться некого. Не на кого. И они очень вникают, да. И то даже такие родители говорят, ой, нет, такая высокая температура, я снижу, потому что я не могу это выносить. Вот нам надо научиться это выносить. Да, высокая температура. Какое пределство зависит? От ребенка зависит. Вашим детям нет предела. 40 – 40. Ну, 41, конечно. 41 – это, конечно, многовато. Это очень много. Это очень много. Это то, что надо уже что-то предпринимать. Когда очень мы обращаем внимание на температуру у детей, это дети с родовыми травмами, с тяжелыми, дети с эпилептическими приступами, они могут выдавать статусы. Там да. Там мы немножко по-другому к этому вопросу подходим. Потому что, может, мы вирус убьем, но мы ребенка в статус эпилептический ввергнем. Вот мы говорим о детях, которые более-менее вот в таком нормальном состоянии. Так. Что еще делает организм? Очень важную работу он проделает по выведению тех токсинов, которые образовались в борьбе с микробами и вирусами. Он их выводит. Выводит он их через лимфатическую систему, о которой мало кто вообще знает и заботится и берет во внимание. Что такое лимфатическая система? Она собирает все этих. Остатки или останки этих микробов, вирусов, токсины и выводит. Как она выводит? В первую очередь она выводит их через нос. Через слизистую. Сопли. Которые мы тоже все закапываем. Сопли. Мокрота. Это все то, что организм выбрасывает. Что делаем мы? Мы быстренько сопли должны купировать. Обязательно сосудосужащими. Потому что невозможно говорить, ну что же такое сопливые соплили. Это организм борется с инфекцией. Таким образом и ее выводит. Поэтому сопли это ура. Если мы закапали сосудосуживающими препаратами нос, что происходит? Лимфатическая система блокирована, которая открывается на слизистую носа. И у нее остается один путь. Грудной лимфатический проток. И все эти токсины благополучно пошли туда. Как только они пошли туда, мы получили бронхиты. Ну и дальше, если это все усугубляется, если здоровье у человека не очень хорошее, и пневмонию мы получим. То же самое выделение из влагалища. Когда разговор идет о гинекологии. Точно так же через влагалище организм сбрасывает. И очень часто, очень часто на гомеопатическом лечении начинается усиление выделения, что пугает. Этого пугаться не надо, этому надо радоваться. Это надо пережить. Это значит, что организм тоже включился в процесс выздоровления. Он уже сейчас может это делать. До этого сам по себе он не сделал. Поэтому и пришли люди к нам с болезнями. Если бы организм справился, никто бы к нам не пришел. И мы стимулируем гомеопатическими препаратами, фактически стимулируем ту самую жизненную силу. И она уже сама знает, как ей с этим совсем поступать. Жажда. Мы начинаем много пить во время болезни. Это мы моем организм. Усиливается кровообращение. Мы видим красное горло, красные глаза. И это тоже очень страшно. Надо мирамистином заполоскать, запшикать. И вот это все кровообращение, фактически мы его снижаем в этой зоне. Понятно, что это больно. Но надо это пережить. И когда, сейчас с вами проговорим, когда мы это переживаем и ждем, а когда мы будем лечить. А промывание после соленой водички? Тоже смысла не имеет. Промывание соленой водичкой, знаете, имеет смысл, когда человек не может выкошлить, когда он не может высморкать сопли. То есть, фактически мы разжижаем и помогаем в выведении этих токсинов. Снижается аппетит. Потому что организм занят чем? Борьбой с болезнью, а не перевариванием еды. Тоже не надо никого заставлять не ест, но и очень хорошо. Тогда он молодец. Значит, организм в хорошем состоянии, он так берет еще силы. Но если не хочет есть, не надо заставлять. И, конечно, упадок сил. Это тоже понятно. Организм работает и болеет. Он занимается делом. Но нам надо завтра срочно пойти на елку. Обязательно. И поэтому давайте быстро, срочно антибиотик. А вот в следующий раз мы обязательно полечимся как надо. Это типично. Это абсолютно. Это наша жизнь. Но мы в этом живем. Ну что теперь делать? Да, и надо на эту елку попасть человеку, который репетировал полгода этот номер, и вот завтра он не пойдет. Когда мы даем в такой момент антибиотики, когда они не показаны. Что мы делаем? Когда они не показаны. Есть ситуации, когда они показаны, естественно, ребенок или человек их получит. А для ускорения процесса даем антибиотики. Или еще хорошая есть мысль для профилактики. Дать антибиотики. Вот здесь вот мы сразу, это огромный удар на иммунную систему. На всю иммунную систему, которая уже не в состоянии справляться. И тогда мы получим этот прямой путь к хронизации проблемы и заболеваниям человека. Не обязательно, что если он, например, у него бронхит, что он перейдет именно в хронический бронхит. Абсолютно не обязательно. Он может перейти в любое заболевание, куда он может сесть. Когда мы принимаем антибиотики, ведь антибиотики все проходят через желудочно-кишечный тракт. 80% иммунокомпетентных клеток находятся в кишечнике. То есть мы иммунитет просто под корень подрубаем. И что получается в такой ситуации? Это мы видим, как только дети идут в детский сад, это мы видим прям вот пропил антибиотики, недельку походил, он опять заболел. Опять антибиотики, потому что страшно. И мы попадаем вот в этот замкнутый круг. И это не вина родителям. Они пришли к врачу, их так лечат. И они им верят. Поэтому я всегда призываю, вы даже себе верьте только до обеда. Вы все обдумывайте, что вы даете. Надо это давать, не надо. И еще сейчас очень... Сейчас же еще схема лечения. Зачихал, закашлял. Что нам сразу дают? Гормоны в нос, антибиотики в нос сразу. В первую очередь. Никакие другие. Вот сразу, чтобы наверняка. И антибиотики. А если антибиотик, и через неделю он опять заболел, другой антибиотик, а может быть два. И попадаем, да, мы убиваем бактерии, но точно так же мы убиваем иммунитет человека. Вот из этого круга надо выйти. Можно вопрос? Да. А вот вы говорили про антибиотик. А если говорить про островую боль, про острое состояние, допустим, или только осложнение медиатита. Насколько вы считаете, возможно сначала обспорить, а потом уже лечить? Нет, это одно и то же. Вот смотрите, что... Вот смотрите, я на грубом примере, чтобы было понятно. Есть боль, неважно, в ухе она или нет. Если мы дадим обезболивающий, анальгизирующий препарат, тот же анальгин препарат, или ряд анальгетиков. Мы, ну, Рафия, мы воспаление не убрали. Мы убрали боль, а процесс воспалительный, он идет. Если мы дали гомеопатический препарат, он не снижает эту боль, он убирает воспаление, и за счет этого снижается боль. Понимаете как? Я понимаю, а вот что делать? Вы говорили, прям, вот, потерпеть, мы не... А если ребенок криком кричит? Нет, если ребенок кричит криком, и если мы сейчас об этих ситуациях говорим, мы его будем лечить. Я говорю про те ситуации, которые не надо трогать. Лечить как? Обезболивать или продолжать? Гомеопатический мы будем лечить. Да. Мы снимаем воспаление, и тем самым обезболиваем. Понимаете как? Это занимает ребенок? Нет. Нет. В гомеопатии в острых случаях это работает очень быстро. Если это не работает, значит, это не тот препарат. И мы ищем быстро другой. Но тут, получается, вы удержали себя с врачом? Обязательно. Либо почему, и мы приглашаем на эти лекции, либо вы очень многое можете делать сами. Но я всегда говорю своим пациентам, вы до меня не дозвонились, вы знаете, что вам делать, вы это делаете, но вы все равно до меня дозваниваетесь. Все равно должна быть связь, как-то направить. И в первое время человеку очень сложно, психологически сложно, обязательно себя это, ему нужна обязательно связь. Кроме этого, наша клиника, врачи нашей клиники, возможно, вы на этом сайте, в этой группе уже, присутствуете, на фейсбуке есть группа «Классическая гомеопатия, консультация онлайн». Вот из нашей клиники, там кто наши врачи? Елена Погонина, Алексей Успенский, иногда бывает Надежда Буланкова, иногда бывает Маргарита Ашифмина, иногда бываю я, Светлана Васильева. Вот за этих людей я вам гарантирую, что к их советам надо прислушиваться. Там присоединяются и другие гомеопаты, и вот то, что мы видим, там есть, ну, понятно, что толковые. Погонина, Успенский, вот в основном они там бывают, все остальные, как получится. Буланкова, Ашифмина Васильева, по-моему, из наших врачей больше никто там не... Ну, Титова Татьяна. Но она не нашей клинике. но у нас там не была. Да, да. Вот, но я вот рекомендовала именно этих фамилий. Это вообще проект Успенского Алексея, поэтому он там... Вообще, эта группа, да, задумывалась как-то вот, помощь своим пациентам, но она разросла, что больше 2000 человек, и там, имеете в виду, что комментируют не только врачи, там иногда пишут такое, что вот лучше на это вообще никогда не получили внимания. Нет, а иногда там, наоборот, очень интересные... И очень интересные вопросы поднимаются. Консультация онлайн. Да. Вы туда можете присоединиться и в остром случае, если вы не дозвонились до врача, быстро кидаете туда. И там, на самом деле, в том числе, даже наша Лена Погонина, она просто... У нее в том числе струбочная работа, и как раз среди ночи она тот самый человек, который чаще... ...вы проблемы, она очень помогает решать. Да. Когда она на дежурстве, да, Погонина Лена. Просто, знаете, надо, наверное, сказать, что там есть файл, прикрепленный, для быстрых случая, чтобы быстро описать состояние ребенка. Не тратить время, а сразу прочитать и на вопросы по файлу ответить. Да, 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 это вот, это обязательно. Потому что, поначалу, вам будет сложно формулировать проблему. Когда вы пару раз опишите по этому опроснику, вам будет легко формулировать проблему, а врачу будет легко... Маму? Маму, да. А врачу будет легко сразу назначить... У врача может быть один-два уточняющих вопроса, либо вообще не быть. Нет, это если хорошо сформулировано. Да, хорошо. Прошу прощения, я не могу найти этот острый опросник. Я вам находила... В файлах группы. Открыть файл группы. И он там есть. И еще такой появился там доктор Антон Константинов, по-моему, он, по-моему, с Украины врач, и он прямо в своих каких-то рекомендациях он тоже вот этот опросник дал. Да, если вы файлы не откроете, зайдите к нему на страничку, у него есть тоже этот опросник. Да. То есть во время острого заболевания вся иммунная система, весь организм единым фронтом выступили, и они заняты делом. Наша задача не мешать или помочь. Вот две задачи у нас есть. Если иммунная система здорова, если организм крепкий, иммунная система даст адекватный ответ. Если она не здорова, этот ответ не будет адекватным, и здесь точно понадобится помощь. Какие ответы могут быть? Может быть гипорреакция, то есть недостаточный иммунный ответ, она не дотягивает, она не справляется в силу своей ослабленности. А еще может быть другой ответ, гиперответ. Вот все аллергии это гиперответ, когда попадает маленькая пылинка домашней пыли, а иммунитет выстраивается так, как будто там полчища бактерий попали в организм. И тогда мы получаем аллергические реакции, отеки, и при этих гиперответах мы можем запустить аутоиммунные заболевания, то есть агрессия организма к своим собственным органам. и это есть неадекватность иммунитета. Мы, конечно, все привыкли думать, и нам так хочется думать, наверное, что иммунитет он создан для того, чтобы реагировать на болезнетворные микробы, тем самым нас защищать. Это так, но это очень маленькая функция всей иммунной системы. Самое главное, что делает иммунная система, она поддерживает постоянство внутренней среды, независимо от того, что происходит вокруг. В медицине это называется гомеостаз. Внутренняя среда должна быть постоянной, то есть состояние иммунных клеток, состояние межклеточного жидкости, оно должно быть постоянным и адекватным. И тогда он сможет дать адекватный ответ. Вот основная задача организма. мы знаем, что зачастую человек здоров до тех пор, пока он не попал под дождь. Или пока он не вышел и не перегулял этот ребенок. Так вот, адекватный иммунный ответ этого не допускает. Он обязательно ответит хорошо и быстро. Если вы понимаете, что вы простужаетесь от сквозняка или от того, что вы попали под дождь и сразу вы заболели, часто это промочили ноги и тут же цистит, это иммунная система, которая требует поддержки, это повод рассматривать состояние как хроническое и тогда уже идти к врачу. Если организм с этим справляется, вы пришли, попарили ноги, выпили чай и забыли про это, все, не надо трогать и не надо лечить. Что происходит, когда мы применяем гомеопатию? Когда мы вынуждены применять гомеопатию? Когда, например, температура у нас даже не 40 и даже не 39, а 38 у человека, а реагирует он на нее очень плохо. Он лежит, он слабый, у него нет сил и очень плохое самочувствие. Вот в такой ситуации мы уже должны понимать, что нужна организму помощь. Что мы делаем? Мы должны собрать те самые симптомы. Что происходит с человеком? Какие симптомы мы вот в этой ситуации... Вот есть температура 38, есть человек, который лежит пластом, плохой. какие симптомы для нас в этой ситуации важны? Во-первых, вот эта слабость, которая важна, она неадекватна ситуации, безусловно. Во-вторых, как человек при этом выглядит? Бледный ли он? Красные ли у него кожные покровы? Есть ли слезотечение, нет ли слезотечения? Как меняется его настроение? Если он раздражительный, если он... У нас есть такой очень часто используемый препарат, он очень активно используется, причем правомерно, это гепарсульфа. Так вот, что происходит с человеком, которому полагается гепарсульфа? Ну, во-первых, мы знаем про это колющие боли, про то, что это с правой стороны, про то, что это какие-то нагноения, и желтые сопли, и мокрота, это мы знаем. Но самое интересное происходит с психикой человека, это спокойный ребенок, или человек становится просто неадекватно невыдержанным, он может хлопать дверьми, он может орать, все ему раздражает, то есть полное преображение. И вот на предыдущие перечисленные симптомы мы можем предположить не только гепарсульфур, к нему подойдут очень многие препараты, но вот если он раздражителен на этом фоне, мы дадим ему гепарсульфур, а если он лежит и говорит мама, сядь со мной и вообще погладь, то мы гепарсульфур не дадим, мы дадим пульсативы, и смысл наших встреч это умение подобрать четко, потому что симптомы очень могут быть похожи, а поведение разное, это та самая картина препарата, понять, какой именно препарат в этой ситуации дать. мы даем этот гепарсульфур, ребенок успокаивается, он может еще поднять температуру, и это очень хорошо, он с этим справился, и идет дальше на выздоровление, а например, на завтрашнее утро у него осталось только красное горло, и больше ничего, что мы с этим горлом делаем, ничего не делаем, процесс идет, если он на этом горле красном застрял, и опять появляется вот этот мокрота, кашель, то мы опять анализируем симптомы и подбираем препарат. По поводу вообще болеет, не болеет, когда ребенок, особенно это касается детей, дети, когда они болеют инфекционными заболеваниями, они тренируют свой иммунитет, они его учат, как он должен реагировать на болезнь, поэтому мы все хотим, чтобы он был высоким, адекватным, пожизненным или хотя бы длительным этот иммунитет, и чтобы он был перекрестным, чтобы перенеся, например, ветрянку, организм, иммунитет, ну, также справиться с краснухой, например, и не дать развернуться это очень сильному клинической картине и тяжелому течению, так, поэтому болезни нужны, они необходимы, и необходимо смотреть, лечить или не лечить, помогать организму или не помогать, организм, он, конечно, у нас очень мудрый, кроме того, что он заболел, он демонстрирует нам симптомы, он демонстрирует эти симптомы для того, чтобы мы узнали препарат и дали ему тот препарат, который нужен по симптамам, здравствуйте. Здравствуйте. Правила приема препарата в острых случаях. Схем лечения в гомеопатии не существует По ситуации, по симптомам Если есть симптом, который надо лечить Подбираем препарат и даем этот препарат Что дальше? Чаще всего мы применяем С30 разведение в острых ситуациях Когда мы применяем разведение ниже, например, С6, С12 Это случай, если само состояние фонового организма достаточно слабый Например, человек перенес операцию Он, естественно, с ослабленным иммунитетом И на фоне всего этого он где-то еще подцепил вирус Так вот, в этих ситуациях мы будем все-таки давать С6 С12 может быть, да Вот именно в таких ситуациях Или это пожилой человек Или у него очень тяжелое сопутствие Основное заболевание, например, хроническое Тяжелый, например, сахарный диабет Как получается разведение жарит? Да, это почти материально А если есть только 30-е, а как его уменьшить? Никак, вы его не уменьшите Но мы можем дать ему, например, растворить и дать один глоток Значит, можно какое количество? Один глоток Один прием, один глоток Одна дрожинка развести на скоте? Принципиально это не имеет значения, но мы рекомендуем 100-150 мл Вообще, очень редко приходится обращаться к С6 и С12 Чаще все-таки С30 Это вот исключительные какие-то случаи Тяжелый цирроз печени Вот такие тяжелые ревматоидные артриты Когда болезнь очень уже запущенная Тяжелые вообще состояния? Состояние Да, тяжелое состояние А чтобы увеличить, если есть только С6, то нужно С30 Нет, только копии Больше шариков? Можно, нет, больше шариков вообще никак Можно попробовать потенциировать и то, о чем я вам говорила Добавить листочек и еще, еще Но это не будет, наверное, уж совсем хорошим Но это все равно будет увеличиться Разведение Да, да То, о котором мы говорили 1 мл с 99 воды Если вы это встряхнули, то вы получили С31 То есть это надо сделать несколько Ну вот, да, там как-то Да, последовательно Но можно там не 30, например, не 30 будет, а там 35 потенция Она тоже может сработать Да, увеличить мы можем, уменьшить никак мы не можем Дальше как мы наблюдаем Если мы видим улучшение состояния Что мы под ним подразумеваем? Это может быть повышение температуры, но улучшение общего состояния Ушла боль Мы дали препарат, горло болит меньше, но температура высокая Это хороший результат, пусть работает Мы наблюдаем Если это состояние зафиксировалось Через 3 часа мы все так же находимся в том же состоянии Тоже больного горла И оно не уменьшается Мы повторяем дозу Мы даем еще одну крупинку Если это состояние вроде как было получше А потом опять откат назад и стало хуже Мы даем дозу этого же препарата Если во время того, как вы дали препарат Через 2 часа, вы понимаете, что симптомы стали другие Мы подбираем препарат под эти симптомы Есть улучшение состояния Это значит, просто ребенку стало лучше Но температура, допустим, 38, но он скачет Это очень хорошо Горло не болит Горлышко болит, у тебя горлышко не болит Он скачет, горло не болит Это у нас улучшение состояния И даем еще раз препарат Нет Вот ему лучше стало, все, мы не даем Это идет процесс То есть еще может и горло болеть Но на протяжении времени явно ему там поменьше болит Теперь я могу покушать Теперь я могу проглотить Ну, да, все, мы ничего не делаем Не даем Если после этого, например, к вечеру Вы понимаете, что все, конечно, хорошо Температура высокая Человек закашлял Пошла мокрота Мокрота отходит тяжело У нас появились новые симптомы Значит, состояние 3 Даже это улучшение И сухой кашель перешел во влажный Это улучшение Но у нас поменялись симптомы Сухого кашля на влажный И мы подбираем препарат уже к этому влажному кашлю И даем его А второй раз, когда даем препарат? Второй раз, когда мы даем препарат Мы дали препарат Стало лучше Стало лучше Но Та же боль в горле осталась Та же головная боль, но она стала меньше И вот дальше никуда А, то же самое состояние Вроде бы улучшено такое же Ну да Либо было улучшение А потом раз И опять ухудшение И опять к тем же симптомам А почему такое произошло? Не хватило дозы Еще надо Он быстро отработал эту дозу И ему надо добавить Нет, это состояние внутреннее Надо ему дать или не надо То есть эта крупинка может хватить на сутки А может на 5 минут хватит Например, когда это идет отек яркий Например, отек квинки Мы видим, что отек лица Отек губ Кожа становится Знаете, она становится Как полупрозрачная Блестящая Красная Мы быстро даем ему апис И ему становится легче Чем опасен отек квинки? Только лишь тем Что может отек случиться Да, на уровне И это ситуация Как мы понимаем Срочная И ургентная Мы даем этот апис Мы понимаем, что раз-раз-раз Лучше-лучше-лучше-лучше Ну, все хорошо А через 10 минут Опять этот отек И он такой же Мы опять дадим апис То есть это не значит Что это неправильный препарат Что он не подействовал Если он подействовал Он правильный Чуть-чуть получше И еще можно Он отработал быстро Организм Вот этого одного аписа Организму хватило На это вот время А дальше он опять не справляется Потому что исходный Организм слабенький Мы опять дадим апис И мы можем давать апис Каждые 15-5 минут А потом, вы понимаете Все, утихает, утихает, утихает Еще, опять же Если это отек квинки Первое, что мы делаем Даем апис И тут же мы вызываем скорую Вы не знаете, чем у вас закончится Правильно ли вы его подобрали Да А это не значит, что Можно, когда часто даешь препарат Препарат, препарат Там тоже белодон Отравить человека Отравлений точно не будет Потому что там нет вещества Мы, конечно, не знаем Я отвечу на этот вопрос Например, взять ту же самую белодонну Но если препарат подобран не совсем правильно Вы, может быть, какие-то симптомы улучшите Но вы получите вашу кровь Кровь у белодонны Это, ну, испытания Не обязательно Ну, в том числе Ну, в том числе Ну, например, я на себе это как бы испытывала Да, рассказываю Просто ночью мне снились не реалистичны Абсолютно сны То есть отравление не произошло Но кровь не произошло Я на это хорошо Тот же самый геперсунфер Вот принял Больше дали препараты, да? Не то А, не правит Вы решили, что это белодонна А если бы правильно, то не было бы этих снов Не было бы Геперсунфер тоже неправильно подобранный препарат И человек плюс к своему плохому состоянию Получает то самое раздражение Которое только что грастанцерген Это начинает раздражаться Ему становится холодно Его бьет озноб И мы понимаем, что Старые симптомы остались Присоединились в геперсунфер Значит, мы получили не то Ну, значит, мы неправильно подобрали препарат И мы будем подбирать препарат Не к этому новому раздражению А к тому состоянию, которое вы не сняли А вот как это к тому До новых симптомов? До До этих симптомов К тому, который был, да? То есть, чтобы перекрыть этот геперсунфер Как только вы даете правильный препарат Геперсунфер А, уйдет сразу Да В острых ситуациях Вообще, я хочу сказать, что Чем острее тяжелее состояние Тем гомеопатический препарат Работает быстрее И если вы быстро не видите реакцию Значит, он не подошел Да Вот И в любом случае В таких ситуациях Вы вызываете скорую Пока она едет Может быть, вы уже все снимете Очень может быть Ну, получите вы какой-то там Выговор от бригады скорой помощи Переживем А я скажу Зачем мы вызвали, когда ничего не случилось? Ну, это уже у вас У вас другая задача Ну, вы понимаете, что-то Они развернутся И едут Поругают вас Пока в лифте едут Ну и ладно Да Нет, они не могут Попробовать Скажем Вы сказали Поэтому А может ли Однократно Супая доза Зацеприться Да От чего это зависит? Еще это зависит От чувствительности человека От того, к какой конституции Исходно он относится Если его конституция Например, растительные препараты Гомеопатические Они очень чувствительные А есть такие чувствительные Что им достаточно там Понюхать этот препарат Он выдает реакцию Может Провинг Считается же Что если препарат Наподобен То это как сладкий шарик То есть если он среагировал И дал Провинг Значит у него подобие Нет Это значит Это как мы даем Здоровому человеку Испытывать препарат Провинг Мы же принимаем Испытания Мы Нет, нет Если он отреагирует Вот смотрите В больном Испытание может быть опасно В больном Ну, ничего хорошего тоже Главное, что не поможет А может Увести в другое состояние В какое-то Ну, это вряд ли Вы должны понимать Что это Провинг И вы на него вообще Не обращаете внимания Вот что такое Беладонна даже Вот самые яркие Это горят глаза Они блестят Зрачки вот такие Прекрасными становятся Вот Это самое такое Вот яркое Что мы видим Потому что Гиперемилица Может быть при любых состояниях И она не говорит Конкретно на Беладонну А вот эти вот Сумасшедшие глаза Полу А может И галлюцинации Полубред Возбуждение И вы знаете Что вы дали Беладонну И вот вы ее получили Провинг Как делать Здоровый человек Ему дается 30 Я знаю Это обычно Такой длительный процесс Не у всех Это может быть Сразу Опять же Зависит от чувствительности Чем От его чувствительности Да Может Может Такой Провинг Быть Который Надо прекращать Давать Другие Аттедоты Как Такой Но В этих